Доброго времени суток, друзья! В этом видео я расскажу вам, как подключить кинескопный телевизор к современному ПК. И самое главное, отвечу на вопрос, кому и зачем это может понадобиться. Те, кто хоть раз запускал эмуляторы старых консолей на ПК, знают, насколько сильно отличается изображение на современных мониторах от того, что мы видели в 90-х и начале 2000-х, когда играли на оригинальных приставках. Никакие фильтры не способны заменить картинку с LTE телевизора и принести те самые ощущения. И как бы я ни пытался, играть в ретро-игры на современных дисплеях мне абсолютно не нравится. К тому же в 8- и 16-битных играх еще и наблюдается input lag, то есть задержка между нажатием кнопки на геймпаде и отображением действия на экране. Многие игроки признают эту проблему и, к сожалению, из-за особенностей современных дисплеев решить ее можно только используя кинескопный телевизор. Я неоднократно говорил, что предпочитаю играть именно на оригинальном железе, потому что играя на эмуляторах, ну вот знаете, ну совсем не те ощущения были. Но теперь все в корне изменилось. Я купил себе переходник с HDMI на тюльпаны. Он обошелся мне всего в 500 рублей и взял я его в ближайшей комиссионке. И если же вы хотите сэкономить, то на Алиэкспресс такие же конвертеры стоят порядка 300 рублей. По сути, конвертер преобразовывает цифровой сигнал в аналоговый. И на выходе мы имеем три тюльпана, два аудио и один видео. Скажу вам так, я ни на секунду не жалею об этой покупке. И единственное, о чем сожалею, это о том, что не купил этот переходник раньше. Серьезно, ребят, если вы любите ретро-игры, лично я их обожаю. Эта штука, она вот просто обязана у вас быть. Я ее рекомендую к покупке, потому что вы получаете каноничную, правильную картинку. Именно такую картинку, какой она и должна быть. И при этом у вас нет инпут-лага. И самое главное, представьте, вам не нужно больше покупать консоли. Вам не нужно покупать диски, картриджи. А это все сейчас стоит, но ведь не дешево, согласитесь. Вы просто скачиваете эмулятор, подключаете геймпад. Тот геймпад, который вам нужен. Можете подключить геймпад, как на Sega. Можете, как на Dendy. Можете подключить от PlayStation, от Xbox. И все. Скачиваете любимую игру, запускаете и наслаждаетесь. Это же кайф. Удивительно, как сильно отличается восприятие игр на разных дисплеях. Я запускал эмуляторы всех классических консолей, таких как Dendy, Sega Mega Drive, Dreamcast, PSP, PlayStation 1, PlayStation 2 и Xbox Original. И абсолютно во всех случаях изображение с кинескопного телевизора мне нравилось больше. Единственные консоли, которые хорошо выглядят на современных дисплеях, это Xbox Original и PlayStation 2, так как они имеют достаточно детализированную графику и эмуляторы этих консолей способны очень сильно улучшить исходную картинку. Плюс ко всему, для PlayStation 2 существуют широкоформатные патчи, поэтому на современных мониторах изображение имеет правильные пропорции и можно играть в широкоформатном разрешении. Но все же, стоит только переключиться на LTE и все становится на свои места. Дело в том, что кинескоп не имеет как такового разрешения, потому что выдает не цифровой, а аналоговый сигнал и качество изображения зависит от того, сколько ТВ-строк способен выдать сам кинескоп. В среднем это значение равно примерно 500 ТВ-линиям, что сопоставимо примерно с разрешением 320 на 240 точек. Но благодаря особенностям кинескопа мы всегда видим немного замыленную, но очень сглаженную картинку, будь то Sega, Dendy или даже Blu-ray фильм. А если у вас еще и хороший кинескоп, а у меня хороший кинескоп, потому что это Sony 3 Nitro, но он обладает просто феноменальным качеством цветопередачи. Конечно, вы никогда не увидите на кинескопе такую же детализацию и четкость, как на Full HD и уж тем более, как на 4К телевизоре. Но в то же время, именно благодаря низкому разрешению, старые игры и выглядят так натурально и живо. Особенно это касается игр с пререндеренными фонами, таких как Dino Crisis, Alone in the Dark и, конечно же, всеми любимый Resident Evil. Так как фоны статичны и имеют низкое разрешение, а персонажи это как раз таки 3D объекты, то эмуляторы способны увеличить разрешение 3D объектов в разы, в то время как фоны остаются просто мыльными картинками. И как раз таки это вызывает сильный диссонанс, и мы воспринимаем изображение не как одно целое. Именно благодаря ALT телевизору магия старых игр продолжает работать. Друзья, если вам понравилось это видео, не забываем прожать лайк, поставить колокольчик, если вы еще этого не сделали почему-то. И подписывайтесь на канал, если вы впервые зашли на мой видос, и он вам понравился. Там еще много чего интересного, можете посмотреть, так что подписываемся. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Лично от себя хочу сказать, что вот этот вот маленький переходник, он реально полностью изменил мое восприятие игр. И теперь можно не мучать старые консоли, пусть они стоят, просто своим видом греют душу. И при этом, играя на эмуляторе, я больше не буду мучать свои глаза, и буду получать реально удовольствие. И ту самую картинку, к которой так сильно привык. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok